Привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, а также гости данного канала. Сегодня подготовила вам коротенькое видео с золотой рыбкой. Хочу подарить вам данное видео с золотой рыбкой, чтобы она исполнила все ваши самые заветные мечты. А также желаю вам творческого настроения, позитива, ну и вперед к работе. Данную работу я выполняла из сухой, финишной, суперпрочной шпатлевки. Многие задают вопросы, они отколятся, не отвалятся. На самом деле шпатлевка на гипсокартоне, данная, которую я использую, это не реклама. Я использую финишную шпатлевку фирмы ЕК, суперпрочную. И она очень хорошо держится, ничего никогда у меня не отвалилось. За основу картины я взяла гипсокартон, можно использовать и фанеру. Но фанеру изначально предварительно лучше загрунтовать. Еще в грунт можно добавлять кварцевый песок, чтобы лучше была сцепляемость шпатлевки. Далее необходимо набросать эскиз примерно простым карандашиком. И потом уже работаем кондитерским рукавом. В него я помещаю как раз таки свою шпатлевку. И просто выдавливаю ее, и получаются вот такие вот жгутики ровненькие. Далее с помощью обычной синтетической кисти, вы видите как на видео, я как бы немного приглаживаю, разглаживаю края. Потом в работу идет мастихин. Я круглым мастихином сделала такие вот чешуйки. И опять же все это сгладила кистью. Вот такие вот маленькие рыбки, они уже готовы. Я их отлила из обычного силиконового молда, который покупала на Валберес. Вот у одной рыбки хвостик отварился, ничего страшного, это даже интересно было. Потому что чтобы все рыбки были разные, я сделала хвостики им разные. Гипсовые рыбки я также приклеила на ту же самую шпатлевку. Одной рыбке я доделала хвостик. Если нет таких готовых уже рыбок, можно в принципе сделать и самим, и с той же шпатлевки. А можно вообще их не делать, а сделать только одну золотую рыбку по центру композиции. Нам еще необходимо сделать плавнички и также вот такой вот наш шикарный, великолепный хвост золотой рыбки. Создаю я его с помощью мастихина. Это обычный вот такой вот треугольный мастихин. Просто я беру шпатлевку своей емкости и как бы придавливая, прижимая к плоскости, у меня получаются вот такие вот узоры нашего хвостика. А еще хвостик можно было бы сделать тоже с помощью кондитерского рукава. Сделать какие-нибудь загогулинки, узоры и смотрелось бы тоже довольно-таки интересно. Кстати, вместо чешуек тоже можно было бы сделать какие-нибудь загогулинки или волнообразные узоры. Затем с помощью влажной кисточки мы моделируем наши краешки и получаются такие вот интересные формы. Но в подробностях я их здесь показывать не стала. Если кому-то интересно посмотреть более подробно, можно получиться на предыдущем моем видео. Там все это я подробно показываю и рассказываю. А вот теперь будем приступать к раскрашиванию. Всю работу я закрашиваю белой акриловой краской. Вот так вот прямо из тюбика я нанесла. И теперь все это буду раскрашивать. И пока вы раскрашиваете фон, хочу напомнить о том, что моя работа, а также вот такие вот интересные гипсовые фигурки можно приобрести в магазине на Валберес. Ссылочка на магазин по данным видео. Так как на данный момент на ютубе нет монетизации, а делюсь я своим опытом с вами совершенно бесплатно. Мне было бы очень приятно, если бы вы почаще заказывали, ну хотя бы вот такие вот маленькие фигурки. Это замечательный, прекрасный релакс, а также арт-терапия для детей, а также и для взрослых. После того, как мы полностью работу закрасили белым и она подсохла, дальше мы приступаем к импровизации. Здесь вы можете включить свою фантазию, фантазировать, придумать какие-то там морские цвета, я не знаю, как угодно. Можно сделать цвет под определенный интерьер. Ну, то есть здесь все на ваш вкус и цвет. Также помимо акриловых красок я еще использую вот такую вот лаковую поталь. Еще хочу сказать, что вместо вот этой лаковой потали можно было бы использовать листовую поталь. Она была бы ярче и вот действительно рыбка была бы золотой. Для того, чтобы наша рыбка засиялась, стала вот такой вот волшебной, сказочной, можно использовать для ее украшения вот такую вот стеклянную крошку, может быть, бусы какие-то, броши, ну и все, что есть у вас дома. Я думаю, вот такая вот золотая рыбка волшебная наша, которая исполняет желание, будет прекрасно смотреться в интерьере детской спальни, ну и в принципе даже и в любом интерьере. И будет вносить в него волшебство, радость и улыбки. Я желаю вам всем, родные мои, исполнения ваших самых-самых заветных желаний, а также творчества и позитива. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok